И третья продвинутая возможность — это сериализация. Речь о том, что можно взять объект из памяти виртуальной машины, превратить его в набор байтов вместе со всеми значениями его полей, и с этим набором байтов сделать все что угодно, например, записать в файл или отправить по сети. А потом этот набор байтов можно будет прочитать, декодировать и получить точно такой же объект. Делается это очень просто. Для начала надо пометить ваш класс маркерным интерфейсом Serializable. Интерфейс называют маркерным, если в нем нет ни одного метода. Вот так и в Serializable ни одного метода не объявлено. Это просто признак, по которому JVM понимает, что данный объект можно сериализовывать. И эту сериализацию JVM будет делать сама по своим правилам, писать дополнительный код для этого не требуется. Иногда бывает так, что в нашем объекте есть поля, которые не надо сохранять. Это может быть какой-то кэш или другие данные, которые легко вычисляются по тому, что есть в объекте. Их потеря ничем не грозит, зато позволит сократить размер, занимаемый объектом при сериализации. Такие поля помечаются ключевым словом transient. JVM будет их игнорировать при записи. Объекты можно записывать в Object Output Stream, который можно построить из любого другого Output Stream. Запись осуществляется методом WriteObject. Объект сериализуется вместе с другими объектами, на которые он ссылается. Разумеется, они тоже должны быть помечены как Serializable, иначе при попытке их записи будет брошено исключение. Для чтения десериализации предназначен симметричный класс ObjectInputStream и его метод ReadObject. При этом мы получаем объект и все то, на что он ссылался. Конечно, тут все не так просто, есть много нюансов и подводных камней, о которых можно рассказывать очень долго. Но давайте остановимся на этом минимально работающем примере и убедимся, что Чаку Норрису никакая сериализация ни почем.